За первые полугодия в нашем округе было совершено 518 преступлений. За этот же период прошлого года количество преступлений составило 453. Наблюдается небольшой рост, который связан не только с самой преступностью, но и с высокой раскрываемостью, то есть с хорошей работой нашей полиции. Прежде всего, статистику портят наркоторговцы. Они практикуют очень хитрую и запутанную систему сбыток курительных смесей и других наркотиков с помощью сети интернет. Эту торговлю непросто отследить, тем не менее, за полгода были выявлены 43 таких преступления и, что важно, пойманы поставщики и сбытчики наркотиков. Кроме того, растет пьяная преступность. За полгода было привлечено уже 12 сбытчиков наркотических средств. Это именно распространители наркотиков. Второй момент. К сожалению, идет у нас увеличение роста преступлений, состояния алкогольного опьянения. Если брать цифры, то из 518 преступлений, 173 преступления у нас было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже говорит о том, что, к сожалению, идет тенденция к увеличению потребления алкоголя, что потом впосредь приводит к совершению преступлений. Как отметили полицейские, на алкоголизацию населения влияет социально-экономическая ситуация в стране и в нашем городе. Кризис все-таки существует, и он влияет на безработицу и уровень благосостояния граждан. Так, официальная безработица в нашем округе на сегодня составляет почти 2,5%. Это немного, но есть и скрытая безработица, которая нигде не фиксируется. Кроме того, после юбилейной амнистии, приуроченной ко Дню Победы, в город вернулось много бывших преступников, которые в условиях безденежья принялись за старое. Криминальную статистику портят подростки, за которыми не следят родители. Увеличилось и количество преступлений, связанных с торговлей в сети интернет. Киберпреступники продают людям фальшивые авиабилеты и туристические путевки, выманивают деньги у граждан за несуществующие услуги, либо стараются узнать номер и пин-код электронной карты, на которой хранятся деньги. В связи с очередным подтверждением умнословно хищения среди проденежных средств в банках и злостного уклонения от возврата долга, 27 июля инициируется возбуждение уголовного дела в отношении вас. Телефон руководителя выездной группы 891-937-716-83. Повторяю, 891-937-716-83. Период выезда с 23 по 27 сутя. Не становится меньше и телефонных мошенников, которые обманом завладевают денежными средствами пенсионеров, сообщая, что кто-то из родственников попал в беду и нужно срочно перечислить деньги на такой-то счет. Старики доверчивы, мошенники этим пользуются. Но страдают не только люди старшего поколения. В полицию обращается и молодежь. Граждане случайно скачивают из интернета особые вирусы, которые потом их грабят. Данное обращение можно разделить на две группы. Первое – это преступление, совершенное с использованием вредоносного программного обеспечения, когда на телефоны с операционной системы Android внедряется вредоносное программное обеспечение и происходит списание денежных средств. И второй способ – это непосредственно идет мошенничество. То есть диалог с человеком, неустановленным лицом, которое вводит заблуждение потерпевшего, обманывает его, и в результате чего потерпевший говорит свои конфиденциальные сведения в части паспортных данных, фамилии, имя, отчество, пластиковых карт, вплоть до ПИН-кодов. И в результате чего неустановленное лицо, злоумышленник, получает доступ к пластиковым картам, доступ к лицевым счетам в кредитно-финансовых учреждениях и совершает несанкционированный доступ и перечисляет деньги туда, куда ему угодно. Уличная преступность также увеличилась. Ее раскрываемость – 90%. Результат хороший. Высокий показатель раскрываемости семейно-бытовой преступности был достигнут благодаря хорошей работе участковых полицейских. Без их внимания не остались даже мелкие бытовые конфликты. Практически в два раза как раз увеличилось количество выявленных инициативно участковыми уполномоченными бытовых преступлений. Но это как раз преступления небольшой тяжести, которые являются большой профилактикой в деле, так скажем, борьбы с совершением преступлений тяжких и особо тяжких. И как раз, на мой взгляд, то, что участковые уполномоченные со своей задачей в первом полугодии в этой части справились, выявив и спрофилактировав, так скажем, в два раза больше преступлений небольшой тяжести в сфере семейно-бытовых отношений, это помогло избежать совершения тяжких и особо тяжких преступлений в быту. Несмотря на то, что дороги в городе отремонтировали, резкого скачка дорожно-транспортных происшествий не произошло. Хотя количество пьяных водителей выросло на четверть. Возможно, это связано с тем, что возобновил работу пункт медицинского освидетельствования. Дорожное законодательство в этом году стало строже. Я уже говорил, говорю, что пили, пьют и, по-видимому, будут пить. И ничего с нашими людьми, по-видимому, сделать нельзя. Значит, с 1 июля вступило изменение в кодекс по поводу привлечения к уголовной ответственности лиц, которые повторно попадаются в состояние опьянения. Значит, у нас получается уже сегодня на 23 число два водителя таких задержанных отношений к одному уже возбужденного уголовного дела и будет направлено в суд. Значит, по отношению второго проводится проверка. Наконец, полицейские ожидают создания в нашем городе добровольной народной дружины для борьбы с уличной преступностью. Когда-то такие дружины существовали и зарекомендовали себя очень хорошо. Теперь появилась законодательная база для их возрождения. И полицейские надеются, что горожане активно подключатся к профилактике преступности. Ждать осталось недолго. Во втором полугодии уже, я так полагаю, что дружина у нас будет создана, количество ее определено, заявка подана. Администрация сейчас проводит работу по поиску помещения, где эта дружина будет располагаться. Ну, как только дружина появится, во-первых, это будет большое подспорье не только участковому полномочиям, это да, будет большое подспорье и патрульно-постовой службе, поскольку у нас на сегодняшний день, так скажем, 27 человек патрульно-постовой службы пытаются обеспечивать охрану общественного порядка на территории округа. Этого, конечно, количества недостаточно. За счет выхода, так скажем, гражданских лиц, да, которые будут осуществлять посильную помощь в сфере охраны общественного порядка, мы рассчитываем, что, ну, профилактика в этой части станет лучше. Не только в работе с судимыми, а вот именно в борьбе с правонарушениями на улице. Количество народных дружинников уже определено. В первое время их будет 50 человек. Они будут охранять общественный порядок и окажут немалую помощь нашим полицейским и всем жителям города. Редактор субтитров А.Семкин